Дорогие наши подписчики, мне понадобилась пауза для того, чтобы осознать нынешнюю реальность, и все-таки, согласно народной мудрости, помирать собрался о Руссии, я решила продолжить рассказывать вам про редкие книги и истории, с ними связанные. Я-то, конечно, решила, но не знаю, что по этому поводу решил Роскомнадзор. Вполне возможно, пока мы записываем этот ролик, ютуба больше не будет, но мы обязательно что-нибудь придумаем. Наш флагман Дмитрий Ошанский очень креативный человек, поэтому мы не хотели бы вас потерять, и надеюсь, что и вы не хотите нас потерять. Я анонсировала вам рассказ о книгах, написанных женщинами, но сейчас этого делать не буду, и не скажу, по какой причине. Когда этот ролик выйдет, вы поймёте, почему я не смогла подобрать в данный момент нужных слов. Но зато, удивительно даже для меня, я нашла книгу, написанную очень юным автором. Он начал работать над ней, когда ему было всего лишь 18 лет, и книга эта совершенно замечательная. Вы сейчас в этом легко убедитесь, я вам буду её показывать, расскажу про автора Эдварда Лира. Книга называется «История пситоцидов или попугаев», и вышла она в свет в 1830 году, когда автор уже исполнился 20 лет. Но вы понимаете, что труд это очень большой, это энергозатратно и трудоёмко, поэтому два года он работал над этой книгой. Посвятил он эту книгу королеве Великобритании Аделаиде, и написал, что он один из самых преданных и верных её поклонников. Собственно, в этой книге нет текста, и она вполне возможно могла бы войти в тот ролик, где я рассказывала про книги без текста. Вот здесь только есть посвящение и список иллюстраций, а иллюстрации здесь 42 и список подписчиков, ну и дальше одни сплошные иллюстрации. Эдвард Лир родился в семье биржевого Маклера, и семья эта была многодетная, он был 20-м из 21 ребёнка этой семьи. Конечно, такое большое количество родов не могло сказаться на здоровье его матери, и она умерла, и скорее всего, она умерла во время 21 родов, он был самым младшим из выживших детей. Его отец рано разорился, экономическая проблема биржи коснулась после Наполеоновских войн, и в возрасте четырёх лет он вместе своей старшей сестрой Энн и некоторыми другими детьми ушёл из дома. Его сестра Энн полностью заменила ему мать, и у них оставались очень тёплые отношения на протяжении всей жизни. В общем, практически они расставались до её смерти, когда Лиру уже исполнилось 50 лет. И ещё одна сестра Сара были неплохими художниками, и они-то и начали рисовать Эдварда. И оказалось, что у него прямо с детства был талант к рисованию, у него была очень твёрдая рука и очень такой внимательный, чёткий взгляд, и он достаточно рано начал зарабатывать именно вот этим ремеслом. Он раскрашивал каминные экраны, разрисовал веера, рисовал плакаты для маленьких торговых лавок и рисовал анатомические рисунки для частных докторов и больниц. Вот на этом месте я немножко прерву в своём рассказе и обратите внимание на этого попугая. Это изображение этого попугая, которое называется «Чёрный как Аду Балдини» по-русски. Это галотип. И мы поподробнее узнаем, что это такое у Игоря Фадеева, почему изображение стало галотипом и что такое вообще этот галотип. Смотри, какая красота. Это же не попугай, это рёв. Знаешь, какой он принесет? Бери, бери, носи толстого. Одного забрали, а остальные вот тут поглубь сидят. А, слушай, может быть, вот этого надо взять? Слушай, а давай вот этого возьми и всё, давай вот этого возьмём. Вот этого и вот этого огромного. Бери. Знаешь висячие попугайчики, они как летучие мыши, верх ногами спят. Самые большие это у Тара, но он взглянул хвостом, а самые массивные это совиный попугай. А совиный такой толстый? Толстый, он и не летает. Да его нет у тебя, да? Он ходячий? Нет, у меня есть, но он где-то далеко глубоко. Это вот Австралия, это Южная Америка, это Новая Гвинея. Мы пришли в хранилище, в одной из наших хранилищ герметологии, спросить дипломированного специалиста о том, как может быть такое быть, чтобы галотипом стало изображение птицы. Ну и заодно проясни поподробнее, что такое галотип. Новые виды сейчас описываются по определенным правилам, которые сведены в Международный кодекс зоологической номенклатуры. Там всё очень непросто, но сделано это для того, чтобы название принадлежало только одному виду, видовое название. Потому что, если мы кошку будем называть по-разному, то не поймешь о какой кошке речь. То же самое идет о биологическом виде, не только виде, но и шире, о любом таксоне. Среди этих правил есть такой положение, что при описании нового вида один из экземпляров, по которому как раз этот вид описывается, обозначается как типовой экземпляр галотип. Либо серия экземпляров, которые или синтипа называются, либо выделяется галотип и пара типа. По-русски что автор имел в виду? Да, описываю этот вид. И если мы вдруг по описанию, выпущенному в печать, не можем понять, о каком из близких видов идет речь, то мы можем обратиться к галотипу и посмотреть какие-то детали, может быть, упущенные автором, мы увидеть можем и опознать, о каком виде речь идет. Но бывают ситуации такие, когда вид описан по какому-то экземпляру. Экземпляр отрисован очень хорошо и подробно, а потом галотип куда-то делся. Либо его не сохранили, потому что описывают виды-то давно уже, а кодекс введен всего-то там чуть больше ста лет назад. Соответственно раньше правил таких строгих не было и бывает так, что сохранилось изображение галотипа, то есть экземпляра, по которым описан вид, а самого галотипа или нет утрачен, либо куда-то его дели не могут найти. Проблема такая очень широко распространенная. Для этого в кодекс ввели, а иногда даже галотипа этого не хотели сохранять. Нарисовали и ладно. А птицу саму не отпрепарировали, она испортилась. Поэтому бывает сплошь и рядом для хорошо известных старых давно описанных видов есть изображение, все понимают о чем речь. Каких-то систематических кассономических казусов не возникает, никто там не спорит вид это или не вид, но галотипа нет. Поэтому есть в кодексе особая статья, которая позволяет в случае утраты или отсутствия галотипа, изображение этого галотипа может само стать галотипом при отсутствии самого типового экземпляра. Там все сформулировано такими юридическими понятиями, сразу так и не поймешь, но суть именно в этом. Этим сейчас пользуются иногда, описывая новые виды по фотографии. Но сейчас это сильно не поощряется, потому что из фотографии нельзя извлечь ДНК, это большая проблема. Сейчас многие виды описываются именно, разделяются виды или какие-то другие таксоны разделяются на основе молекулярного анализа. И как подробно не описывай, галотип это не заменит. Никакое описание, никакая фотография. Потому что там масса нюансов есть, которые можно посмотреть, только взяв в руки вот этот музейный экземпляр, выделив из него ДНК, померив его перышки, что-то там еще посмотреть, что может ускользнуть от самого пытливого исследования. А в будущем появятся какие-то методы изучения, которых мы сейчас даже подозревать не можем. Поэтому то, что мы сейчас считаем, ну не мы, а некоторые систематики, считают, что достаточно хорошо сфотографировать и описать, и саму птичку можно не сохранять. Не только птичку. Сейчас говорим про попугая, может рыбку. Отпустить ее пусть себе летает. Или бывают сейчас сложности с оформлениями разрешения на сбор птицы для того, чтобы ее в музей поместить. А фотографию все сфотографировал, все. Статья приложил. Поэтому статья такая сложная. Это лазейка для подобных способов описания новых видов. Но это будет вызывать таксономические, номенклатурные проблемы. Поэтому сейчас это не поощряется. Для прошлого норм, потому что тогда кодекс еще не действовал. Во времена Линей кодекс не действовал. Поэтому Линей описывал. Он же не сам этих птиц открывал. На него уже были труды. Он просто из книги. Он был ботаник. А птиц он многих переписывал из более ранних таких-то работ. Но почему Линей взят за основу, за нулевую точку отсчета систематики 1758 год? Потому что он все это систематизировал. Как-то придал это рамки научно этому. И вот решили выбрать Линей. И все, что до него, считается невалидным. Хорошо. Посмотри, есть ли у тебя такой попугай, как у меня на рыбочке? Так вот, такой нет. Ну вот у тебя изображение, а у меня экземпляр. Поэтому можно посмотреть, правильно ли нарисован попугай. Мы посмотрим. Ну вот у тебя красный, а у меня и голубой. Да нет, это близкий вид. А у тебя синий-красный, другой вид. Я правильно понимаю, что в идеале весь животный мир описан голотипами? Ну то есть существует голотипа для всего животного мира? По идее, да, должно быть. И где они все хранятся? В музеях или в институтах? Вообще голотип должен храниться. Это самое ценное, что есть в естественных научных коллекциях. Не только в музеях, в институтах хранятся. Да, в любом исследовательском подразделении. Но когда описывается новый вид, там описывается место хранения голотипа. Поэтому сейчас часто собирают типовую серию, довольно обширную. Голотип хранится в каком-нибудь ведущем музейном учреждении, а паротипы рассылаются по множеству коллекций. Специально это делают, чтобы везде у тебя была часть типовой серии. И конечно больше шансов, что он уцелеет в случае каких-то пертурбаций. Потому что бывают голотипы утраченные из-за небрежности хранения, из-за каких-то природных и прочих всяких катаклизмов. Случается такое. Иногда статус вот этого голотипа изображение наследует, если утрачено. А иногда, когда сложные какие-то моменты систематики, выделяется неотип. То есть он выбирается в желательной типовой серии, обозначается вместо голотипа утраченного. Но иногда бывает так, что систематик в руки не доходит до этого голотипа. И он на самом деле неизвестно где находится. И обязанности каждого хранителя в своей коллекции искать голотипы для разных толксонов, их обозначать и публиковать, чтобы они входили в научный оборот. В нашем музее такая работа ведется. Мы нашли и типовые серии, и голотипы по нескольким видам, под видом. Это замечательно. А вот скажи, а голотип человека существует? Ну, разные версии есть. По идее описание... Кто его описал? У нас все от Линне идет. Конечно, до Линне было известно, что такой человек, как двунога без перьев, а когда принесли ощипанного петуха, то пришлось добавить с плоскими ногтями. Вот тебе, пожалуйста, типовое описание. Но название... А Клюв? Ну, Клюв. Клюв, это другие дела. Шнобель. Там суть-то в чем? Вот это уже было достаточно описание, чтобы отличить этот вид от всех других. Правильно ведь? Но Линне именно ввел правила, которые сейчас признаны за основу всей зоологической номенклатуры. Поэтому, когда Линне описывал человека, он тоже его там описал, дал ему название научное, он не обозначил типовой экземпляр. Но много экземпляров не обозначил. Он, например, приводил изображение. Это обычный вид, который во дворе прыгает. У него и нет получается галлотипа. А есть вот это изображение, которое приобретает статус галлотипа. Для многих птиц, например. А для человека, естественно, когда человек описывал, у него там под рукой какой был человек? Дон сам. И предполагает, что написал. Может жена. Или может того, кто у него там рядом сидел. И часто бывает как? Если, например, галлотип или вообще типовая серия не обозначена, приходится анализировать, а собственно, какие экземпляры мог использовать этот ученый, описывая этот вид. Иногда на этикетках указывают там галлотип, тип, котип и прочие всякие дела. Иногда не указано, но можно вычислить, каким материалом реальным пользовался ученый, когда описывал этот вид. И сказать, что вот она типовая серия, он описывая, хотя и не обозначил, но это вот именно они. Вот с человеком можно предполагать, что Линей при описании вида использовал себя. В этом случае он сам галлотип и есть. Но это спорно, потому что он мог описать какого-нибудь там своего друга или кого-то еще. Себя-то сложно описывать. Сзади ты не заглянешь, например. Подожди, основное правило-то отсутствует? Какое правило? Типового экземпляра нет. Да, типового экземпляра нет, и он не мог описать собственного. Типовый экземпляр утерян, значит надо искать другого. Он не обозначен. Не-не, Дим, в этом случае он не обозначен. А утерян он или не утерян, мало ли может он в Мурге описывал, да был типовый экземпляр, но он не обозначил, он не писал. Экземпляр номер такой-то, который хранится там в Стокгольме, в музее, я использовал для описания вида человек разумный. Вот такого он не написал. Хотел спросить, сколько у нас галотипов в коллекции? Господи боже мой! Главные галотипы у нас прежде всего в коллекции насекомых, потому что у нас есть сотрудники, которые описывают новые виды, обозначают соответственно галотипы. И в проэнтологической коллекции, а именно в коллекции окулих зубов. Сколько их там штук, я сказать не могу, не моя группа хранения, и их обнаруживают. Обнаруживают и обозначают. Ботаники есть. Вот на последний фондовый типовой материал тоже проходил. Причем не только по ботанике, но там были какие-то, кого он там, Рак Скорпиона описал или Трилобит какую-то, я забыл. Но это вот ценнейшие вещи. А по позвоночным у нас есть типовая серия Белой Коропатки под вид Майер, который сейчас вкручит в Красную книгу России. И два экземпляра из типовой серии можно увидеть на выставке пищеную Лоренцу, которая в понедельник закрывается. Дело в чем, что иногда, когда описывают новый вид, обозначают галотип и все хорошо, но потом обнаруживается, что этот вид уже кем-то описан. Раньше описан. Здесь кто первый описал, тому и принадлежит право описания этого вида. Поэтому все более позднее название, когда все это выясняется, что вот так называли и так и сяк, выбирают самое старое, самое первое название. Оно сохраняется, остальные все попадают в синонимы. Но тем не менее номенклатурный тип для каждого такого синонима он остается. Потому что мало ли, сейчас мы считаем, что это тот же вид, потом разделяем, обнаруживается, что то, что мы считали синонимом, это валидное название для скрытого вида двойника. Поэтому номенклатурный тип остается. И даже там, если с дуру кто-то описал что-то, прекрасно понимаешь, что описывает уже известный вид, но тем не менее, если описал по правилам, это попадает в младшие синонимы, все равно обозначенная им типовая серия остается валидным. Хорошо, молодец, всех запутал. Давай про попугаев нам расскажем. А что вам расскажет про попугаев? Попугаев один из самых больших отрядов неворобийных птиц. И при этом попугаи, если бывает с какими-то воробьинами, иногда не поймешь, это к воробьинам относятся или к какому-то другому семейству, к другому отряду относятся. Например, там ракшообразные воробьины, сизворонка, она может и так, и сяк, то с попугаями обычно вопроса не возникает. Они настолько имеют характерную внешность, что ни с кем не спутаешь. Можно там совиного попугая в какой-то момент спутать совой. Но когда присмотришься, очевидно, что это все-таки попугай. Или вот, например, вот такой новогвинейский орлино-эльгрифовый попугай. Бери его в руки. Тоже можно подумать, что это хищная птица, но присмотришь, все-таки попугай. У попугаев характерный большой клюв, кривой, но не хищный. Потому что хищных попугаев нет. Ты имеешь в виду кеа. Это вторичное. Это они могут там кого-то клевать, овец. Овец-то не было там в Новой Зеландии, пока человек не привез. То есть это некая уже при адаптации. Он таким клювом может и овцу расковырять, но в принципе формировалось это все под другие цели. Слушай, а правда говорят, что они одни из самых умных птиц? Говорят, да. Но ум птиц это совсем не то, что у человека, поэтому им всем ума своего хватает. Они все победили в этой эволюционной гонке. Каждый вид. Если он дожил до нашего, значит, ему хватает ума для того, чтобы процветать. Но в человеческом смысле, да. Они, во-первых, имитируют речь. Другие птицы многие тоже это умеют, но у попугаев это прям классика. Это прям такой шаблон попугаев. Попка дурак. Нет, не все. Но некоторых просто не учили. Но есть такие очень хорошо говорящие попугаи, например, вот этот жако или серый попугай. Он считается чемпионом. А чаще всего волнистый попугайчик. Он там с горем пополам и бормотать что-то начнет. Неразлучники, карелы, кокоду. Чем крупнее попугай, тем больше у него мозги. Соответственно, да. Ума, по идее, много. И он и ведет себя своеобразно. Причем, если его выращивали там с птенца, как это часто бывает, у них приходит запечатление, он себя человеком считает, естественно. Но если он не видел других попугаев, да потом что, они дикие в клетке сидят. А тут вот с человеком все время компания на плече сидит, пиастры, пиастры. Так что попугай. И вообще интеллект их изучали, в том числе и у нас музеи. Все это на заре было изучение их поведения. И было вообще непонятно, они цвета различают также как человек или нет. Поэтому цвета, форму, вот эти всякие вещи, как могут анализировать, связывать форму, предметы, цветы. Для чего они такие красивые? Для друг друга? В природе не бывает вопроса, для чего. Например, другой попугай видит, что он такой красивый. Конечно, видит. Но у них вообще, у многих, особенно, это уже не про попугаев, например, у околоводных птиц сильно зрение смещено в сторону ультрафиолетового спектра, потому что им надо на воде, например, видеть и отличать блик волны от рыбки. Жизненно важно. Поэтому какая-нибудь чайка, например, она на пляже может на глаз отличить человека, который намазался кремом от солнца от того, который не намазался. Для них очевидная разница. Поэтому у птиц, но птицы же, они же мало общего имеют с млекопитающими с нами. То есть, у них вообще мозг другой. У нас, если это передний, то у них это средний. Вот, по-другому все развивается. Или наоборот, про мозги это Лену надо спрашивать. Но, в общем, другой отдел мозга у них главный. Поэтому, они же, птицы же, это динозавры. Вот смотри, вот возьми его, вот так вот перышки убери, и получится динозаврик вполне себе. Слушай, а у нас это все очень старая коллекция, правда? По-разному, потому что часто содержат неволи, как просто в квартире, так и в зоопарках, питомниках. Очень популярная группа птиц, именно потому что толковые, потому что яркие, потому что в природе, в общем-то, они живут в разных условиях и в быту они тоже, в общем, неприхотливы. Крепкие такие птицы. Давно их везли, и среди самых таких больших сокровищ, то, что везли там, только что открыв Америку, были такие яркие, красивые птицы. Потому что это редкость, это, соответственно, товар, деньги, товар, и поехало все это. Целая индустрия существует. Содержание таких птиц. И из этих источников к нам, конечно, в музей они тоже попадают. Никакое животное не вечно. Кто-то там гибнет от возраста или от болезни. И многие попадают, не многие, а те, которых у нас еще не хватает, они из таких питомников в зоопарках к нам попадают. Но есть те очень старые. Потому что вот это, например, участник тех самых экспериментов по изучению и восприятию цвета и формы. Да, это Ладыгинский попугай. А Ладыгина Коца, это супруга, основатель нашего музея, Александр Федорович Коца. Она была зоопсихологом. То есть, опыты эти проводились уже даже больше 100 лет назад. И вот это вот чучело его сохранили и продолжать себе работать. Спасибо тебе большое. Несмотря на то, что зверей и птиц в детских книжках ставят рядом, как представителей теплокрованных животных, высших, со сложным обществом и так далее. И это справедливо. Птицы и млекопитающие шли разными эволюционными путями. То есть, млекопитающие это норные животные, которые сделали ставку на очень слабых детей, то есть на деторождение совсем уязвимых созданий, с одной стороны. И сделали ставку на изначально нормный образ жизни, потом млекопитающие адаптировались к разным условиям. Птицы сделали ставку на полёт. И мозг у них тоже развивался по-разному. То есть, мы говорим, что очень умные попугаи врановые, и мы говорим, что есть очень умные млекопитающие, псовые, приматы и так далее. Но у приматов хорошо развит передний мозг, то есть хорошо развита часто новая кора. Ну и у тех животных, которые способны к сложным интеллектуальным решениям, к сложным соображениям, обычно у них развита новая кора, и мы можем судить о её развитии по числу извилин на поверхности. Насколько велика площадь новой коры, можно судить по количеству извилин и борозд. У птиц передний мозг развит достаточно плохо, новой коры почти нет. И чем они решают интеллектуальные задачи, как попугаи и вороны в лабораториях показывают невероятные результаты, это непонятно. То есть мозг у них совсем другой. Хорошо развит задний мозг, который позволяет им ориентироваться в воздухе, совершать миграции с помощью учёта магнитного поля Земли и так далее. Но передний мозг развит плохо. При этом коммуницируют они сложно и решают задачи тоже сложно. Это добавляет учёным работы понять, как работает мозг. То есть птицы мешают ещё больше, чем если бы их не было. Дальше я продолжу. Первая его настоящая серьёзная работа была работа над иллюстрациями к зоологическим путешествиям капитана Бичи. Он нарисовал 12 рисунков птиц из этого путешествия. Ему было в том возрасте ещё 16-17 лет. По счастливой случайности у нас эта книга есть, может быть, когда-нибудь мы про её проговорим отдельно. Но удивительным образом эта книга вышла только в 1839 году, то есть на 10 лет позже, чем над ней работали. А вот когда ему исполнилось 18 лет, у него возникла идея своего собственного проекта. Он решил нарисовать вот такую книгу иллюстрации попугаев. Для этого он обратился в лондонское зоологическое общество. У него была знакомая женщина, всегда есть такие знакомые, у которых куча связей. Её звали Энн Уэр Орт. И поэтому по этой рекомендации он получил доступ к коллекциям не только к чучелам и тушкам, но ещё и к зоологическому парку. В то время парки были частные. И даже вот такие парки, принадлежащие обществу, они были закрыты. Не каждый человек мог туда пройти. И даже я знаю случаи, когда известным художникам отказывали в этом. Но Лиру повезло, и он туда проник, что называется. Поэтому у него была возможность рисовать птиц живых. А это совершенно другая история. И поэтому все эти иллюстрации очень оживлённые. Я, конечно, не орнитолог, возможно, здесь есть какие-нибудь ошибки. Но у меня достаточно большая насмотренность за годы работы хранителем. Я пересмотрела много иллюстраций. И мне кажется, иллюстрации Лира наиболее живые и наиболее такие вот прямо реальные. К этому времени он уже был знаком Джоном Джейсом Дубоном. Мы про него рассказывали в ролике про странствующего голубя. Он как раз приехал в Великобританию со своей рекламной акцией своего знаменательного проекта «Птицы Америки». И в 1827 году уже приступил к изданию. И Лир решил, что он должен издать вот такую книгу максимально большого формата, европейскую. Здесь, конечно, птицы не в натуральную величину, а у дюбона они были в натуральную величину, поэтому там размер листов максимально огромный. Но здесь они достаточно большие. Это один из самых крупных таких вот проектов европейского художника. Следует отметить, что когда книга Лира вышла, то оценители иллюстрации, знатоки отметили, что его иллюстрации выглядят намного живее, чем вот эта самая известная книга дюбона. В лондонском обществе он познакомился с председателем Линейского зоологического общества, известным очень человеком Эдвардом Смитом Стэнли, впоследствии 13-я игра в Дерби. И этот человек был тоже увлечён естественными науками, и в своём помене Хостел Холл у него был большой зверинец. И он пригласил Лира к себе в имение, чтобы он мог познакомиться с разнообразными птицами и другими животными. У него было 1200 видов птиц и где-то около 300 видов млекопитающих. И, конечно, Лир решил воспользоваться этой уникальной возможностью, и он вообще очень подружился с этим графом Дерби. Он был его покровителем долгие годы, он сохранял с ними дружеские отношения и даже подолгу проживал у него в имении. И к тому же у него сложились добрые отношения с его детьми и даже потом и с внуками. Именно развлекая их, он стал придумывать короткие стихи. И я в конце обязательно вам расскажу про вот это направление его творчества, направление его активности такой, потому что это очень оказалось интересно. Он собирался издавать книгу в количестве 175 экземпляров, и должна была она выходить в 14 выпусках. Здесь у нас уже переплетённые все вышедшие выпуски. Каждый выпуск стоил 10 шиллингов, а в целом книга должна была стоить 7 фунтов стерлингов. Но на самом деле, когда вышло 12 выпусков, у него закончились все деньги, потому что он набрал только 125 подписчиков, и то не все заплатили полностью сумму. А лист подписчиков я вам в самом начале показывала. Среди них были достаточно именитые, известные люди, аристократы. Первая подписчица — это его приятельница, которая дала ему рекомендации. Здесь было подписано и два общества, и Ленеевское общество, и Лондонское зоологическое общество. Из известных людей я ещё вижу, здесь есть Адюбон, потому что он купил эту книгу. Хотя он был в очень ограниченных средствах, он был занят своим проектом. Ну и ещё такой известный орнитолог, племянник Наполеона — Чарльз Люсьен Бонапарт. Известный орнитолог, и именно по его рекомендации Адюбон отправился печатать свою книгу в Англию, а не стал её печатать в Америке. В общем, такие интересные связи. Так вот, в итоге получилось, что у Лиры было две цели — прославиться и разбогатеть. И вот с этой частью разбогатеть ничего не получилось, потому что его проект, в общем-то, держал полностью финансовый крах. Ему пришлось потом, по-моему, около пяти лет работать на известного британского анималиста и зоолога Джона Гульда. Это известнейший человек, и мы обязательно будем рассказывать про него и показывать его книги. Эта книга тоже очень красивая и замечательная, и у нас есть полное собрание вообще всех изданий Гульда, а он издал что-то больше сорока томов. И вот именно Гульд выкупил у него эти 50 экземпляров и права на дальнейшее использование этих иллюстраций, авторские права. Хотя Лир этого делать не хотел, но он оказался в безвыходном положении. И Лир работал на Гульда, путешествовал по европейским зоопаркам для создания этой книги «Петиции Европы». И именно в этот момент Гульд решил, как он будет вообще делать свои книги. То есть он эту идею позаимствовал у Лира. Вот такое изображение птиц. Я думаю, что вы наверняка знаете, как делаются литографии. Всем известно. Ты, Дима, знаешь? Нет, конечно, господи. Для создания тиражированных рисунков используется литографический камень, обычный из тонкой пористого, тонкой текстуры известняка. На эту поверхность переносится рисунок, и он прорисовывается такими восковыми мелками. Дальше с помощью азотной кислоты и гомеарабика протравливают поверхность и остается только вот рисунок. Чуть-чуть она углубляется, порода выщелачивается, выкисляется. Что она делает? Остается только вот поверхность с рисунком, а остальная порода углубляется вниз, она как бы убирается, и дальше этот камень смачивается водой и покрывается чернилами с масляной основой. Это масло остается именно там, где восковый карандаш, и, собственно, после этого делаются отпечатки, которые раскрашивают вручную акварелью, и обычно это прекрасная работа для молодых девушек. Так вот, что придумал Лир для того, чтобы этот процесс был быстрее и быстрее. Конечно, он был тяжелее технологически, но зато рисунки появились более живыми. Он наносил рисунки прямо на камень, то есть не на бумагу, а прямо рисовал на этом камне. Камней у него не было самостоятельно, он их брал в аренду, поэтому как только он напечатывал 175 экземпляров, он стирал рисунок, приводил опять поверхность в порядке и на этом же камне печатал другую иллюстрацию, создавал. И, соответственно, например, дополнительный тираж уже сделать было невозможно, потому что все эти камни были, скажем так, уничтожены. А в результате книга вышла только в 175 экземплярах, а к нам она попала из коллекции Алексея Степановича Хомякова. Я тоже уже неоднократно про него вам рассказывала. Это человек-коллекционер, и его коллекция, естественно, научная библиотека, поступила в Дарвиновский музей. И для своей коллекции Алексей Степанович издавал каталоги библиотеки. И вот в этом каталоге указано, что эта книга очень редкая, она только существует в 100 экземплярах. Вы понимаете, что за прошедшие 100 лет количество ни разу не увеличилось, а если 100 сохранилось, и то хорошо, а я подозреваю, что их стало гораздо меньше. Вот такую уникальную книгу мы с вами рассматриваем. И в этом году у нас в музее будет проходить выставка, посвященная коллекции Хомякова. И этой книги на выставке не будет, но все эти иллюстрации будут у нас представлены. Вы можете их посмотреть и полюбоваться. Не знаю, насколько вообще экран передает это ощущение такой живости птицы, но мне, например, они очень нравятся. Сам Лир вручную раскрасил всех этих птиц. Вот очень-очень точно, очень так вот прямо по-настоящему, что называется. И для придания блеска и перьев и глаз он использовал яичный белок. Это он подсмотрел и дальше широко использовал. Что я хотел вам сказать еще про Лира. А где-то, во-первых, он с детства уже страдал разными заболеваниями, таким врожденным. У него была эпилепсия, которой со временем прибавилась еще и астма. Он страдал приступами депрессии, меланхолии. У него были проблемы с сердцем, но все эти какие-то трудности он решал с помощью путешествий. Он очень любил путешествовать. Ну, во-первых, английский климат ему не очень помогал, поэтому из 75 лет жизни своей он где-то больше 50 лет провел за границей. Он путешествовал по всей Европе, а остаток своей жизни он провел в Италии. В Сан-Рему у него была вилла, в которой он жил. И Лир еще где-то примерно к 40 годам стал плюс ко всем своим проблемам чувствовать еще и проблемы со зрением. У него началась катаракта, он стал плохо видеть. И в конце концов он сказал про себя, что вскоре он не сможет видеть ни одной птицы меньше страуса. Поэтому он специально обучился курсам пейзажистов и стал рисовать пейзажи. Он прославился вообще этим своими пейзажами. И молодая королева Виктория пригласила его, и он одно время обучал ее рисованию, дал ей несколько уроков. То есть вот такая связь. Книга, посвященная Аделаиде, потом он был связан с Викторией. Но на самом деле прославился он не как художник, что мне даже немного странно. А прославился он как поэт. Он автор и, можно сказать, основатель такого жанра лимерики. Это такие короткие стишки, состоящие из пяти строк. Но нельзя на самом деле сказать, что он основатель, потому что еще до Лира эта поэзия была широко использована в разных вообще каких-то частях Британии. Но это что-то вроде как-то наших вообще народных частушек. Вот что-то в таком духе. И если мы вспомним Шекспира в Короле Лире, там Шут тоже использовал вот такую своеобразную поэзию. Но Эдвард Лир, он придал такую каноническую форму этому стихотворению. Это стихотворение, как я уже сказала, из пяти строк. В первой строке обязательно говорится о герое и его географическом каком-то положении, что-то о нем рассказывают. Во второй строчке обычно рассказывают про его какую-то особенность, или что там с ним случилось, или что он такого натворил. А в следующих строках рассказывают, что из этого вышло, что же такое произошло. И рифма можно построить по такой схеме АА-ББА. То есть первая строчка рифмуется со второй, третья с четвертой, а пятая практически повторяет первую. А Лира, слово лимерик появилось гораздо позже, оно появилось только в конце 19 века. А сам Лир называл свои стихи чепухой. Чепуховые стихи или такие абсурдистские стихи. И он действительно стал таким известным, мировым известным человеком. И его поэзия повлияла на много других известных людей, которых вы знаете. Например, Льюис Кэрролл и Даниэл Хармс. На русский язык впервые поэзию Лимерика Лира переводил Самуил Маршак. Ну а потом огромное количество людей переводило эти книги на русский язык, в том числе и Владимир Набоков тоже занимался переводами. И вот у меня есть такая книга из домашней моей библиотеки. Большая книга чепухи. Здесь на самом деле не только первое издание, которое вышло в 1846 году, но и несколько последующих изданий. И я вам хотела прочитать буквально несколько стихов, чтобы вы имели представление, что это такое. Например, у старушки одной из Руси голос был, хоть святых выноси. Когда в полную силу она голосила, катастрофа была на Руси. Да, я не сказала, что эта книга в переводе Григория Кружкова. Ну вот еще несколько переводов того же самого стихотворения. Это как раз перевод Набокова, который использован был в его книге Другие берега. Есть страшная дама из Кракова. Орет от пожатия всякого. Орет наперед, и все время орет, но орет не всегда одинаково. То же самое стихотворение в переводе Калявина. Как кричала мамзель из России, сколь ее замолчать не просили. И с начала начал, так никто не кричал, как нетрезвый мэм из России. Еще один перевод. Дородная русская баба размером со ствол Баобаба так орала, что лир ожил в лучший мир. Вот что значит вам русская баба. Переводить на русский язык достаточно сложно, потому что здесь главное, что первая строчка, она задает тон, и тут главное, географическое положение героя. А уже последующие его признаки или что он натворил, оно рифмуется в английском языке с географическим положением. Сами понимаете, что при переводе это все теряется. Поэтому переводчики должны быть очень талантливые и искусственные. И в основном они сохраняют тогда особенность этого человека, а меняют его уже географию. Я думаю, что вы получили какое-то представление об Эдварде Лире. И я хотела сказать следующее. Рассказывая про Лира, я упомянула два слова чепуха и абсурд вслед за авторами статей про Лира. Но я думаю, что все-таки следует различать чепуху и абсурд. Чепуха — это какое-то высказывание, лишенное всякого логического смысла. Его ни с какой стороны нельзя опровергнуть, ни подтвердить, потому что действительно оно лишено логики. Например, по стене ползет кирпич, моха — тоже вертолет. Или, допустим, мы говорим что-то такое-такое, а потом потому что гладиолус. Или, например, мы устраиваем дискуссию о чем-то высоком, о византийской мозаике, а тот прибегает и говорит, что сейчас модно лак такого-то цвета. И это в данном контексте звучит как чепуха, потому что вообще не в тему, что называется. А абсурд — это как раз ошибка логики. Доведение до абсурда — это такой прием, который часто используют в споре, чтобы опровергнуть логику своего оппонента. Он делает какое-то высказывание, а вы путем приведения к какому-то действительно абсурду как-то доводите его до абсурда. Мы очень часто использовали этот прием в математике. Я думаю, что все помнят, когда мы делаем какое-то допущение, дальше путем математических каких-то своих логических высказываний, приходим к чему-то абсурдистскому. Например, что надо делить на ноль, а на ноль делить нельзя, значит наше допущение неверно. Вот. И примером такого абсурда я могу сказать, например, такую фразу «я ничего не слышу, потому что здесь темно». Ну а из примеры абсурдистских высказаний и своей собственной жизни вы можете обнаружить сколько угодно, особенно сейчас. И мне кажется, что настали такие времена, когда нужно точно определиться вообще с собой, если вы еще этого не сделали, определиться со своими ценностями, определить свои интенции и возможности, ну и навести какой-то порядок в голове, потому что доводить свою голову до абсурда уж точно нельзя. Я надеюсь, что мы сохраним с вами связь, мы ждем вас, мы будем работать для вас. До новых встреч! Ну да, только вопросы два. Так, Тима, как-то мне нравится, когда ты мне задаешь вопросы. Давай, давай.